Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он заявляет, что готов отдать жизнь за убитого ребенка, но сидеть 13 лет за свое преступление не желает. Сегодня в Самаре вынесли приговор по одному из самых шокирующих дел последнего времени. Харитона Горячкина признали виновным в убийстве трехлетней падчерицы. Почему же приговор оказался мягче, чем того просила прокуратура? Олеся Корецкая постаралась объективно рассказать о деле, о котором нельзя говорить равнодушно. Неприличные жесты для прессы и самоуверенный вид. Все это не вяжется с человеком, который заверяет суд, что раскаялся. Я готов принести любое наказание. Я готов жизнь отдать, лишь бы вернуть время назад, но это к сожалению невозможно. Во время оглашения приговора не по себе становится даже работником суда. Описание того, как здоровый сильный мужчина истязал маленькую девочку, нельзя слушать равнодушно. Ребенка Горячкин бил методично, а в день убийства разошелся особенно сильно. У трехлетней Василисы эксперты констатировали черепно-мозговую травму, множество ушибов, а скончалась она от разрыва печени. Как могла мать девочке это допустить, вопрос по-прежнему риторический. Они познакомились в социальной сети, быстро решили жить вместе. По словам Горячкина, он полюбил и Наталью, и ее дочь и никакого вреда причинять не хотел, но по материалам дела руку поднимал на обеих. Мать девочки делилась сомнениями с друзьями, даже отправляла в сообщениях фотографии синяков, но каждый день уходила на работу, оставляя дочь со своим сожителем. Когда девочка случайно опрокинула на себя кастрюлю с горячим супом, в больницу обращаться не стали. Ожоги решили лечить дома, побоялись вмешательства полиции. Как потом выяснилось, от такого лечения у ребенка началось воспаление во внутренних тканях. Соседи слышали подозрительный шум в квартире, но не вмешивались. Харитон Горячкин вину свою поначалу отрицал, потом признал частично, а в последнем слове даже вроде раскаялся. Психиатры характеризуют Горячкина как склонного к суициду, побегу и членовредительству. Сторона обвинения просила 16 лет лишения свободы. Приговор оказывается значительно мягче. Учли ранее погашенную судимость за наркоторговлю, положительные и отрицательные характеристики, а также то, что Горячкин болен неизлечимыми болезнями, астмой и туберкулезом. И если меньше месяца назад детоубийца уверял, что готов принять любое наказание, то теперь он не готов сидеть за свое преступление 13 лет. И намерен в апелляционной жалобе скостить срок на 3 года. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Снова на воздухе и почти целые. Затонувший под Самарой самолет Як-52 достали из реки Татьянка. Инструкции, как поднимать из воды воздушные суда нет. Спасателям пришлось полагаться на опыт и интуицию. Водолазы и катера работали на воде, на суше привлекли спецкран. Действовали аккуратно, чтобы не повредить самолет. Як-52 еще может вернуться к полетам, надеются в областном аэроклубе ДСААФ. За спасательной операцией наблюдала Марина Кравцова. Операция по поднятию затонувшего самолета Як-52 длилась около пяти часов. Из воды воздушное судно доставали в два этапа. Сначала водолазы приподняли машину на дном реки. Это была самая сложная часть. Подложить под него мягкий понтон и оказалось проблематично из-за небольшой глубины. Место, куда он приводнился, достаточно мелкое. Примерно около 2-2,5 метров глубины. На 40 сантиметров мы его приподняли. Но так как еще фарватер такой, бугры, поэтому тащили аккуратно. Затем самолет под водой отбуксировали к причальной стенке, куда подъехал специальный кран. Он и поднял почти полуторатонный груз в воздух. Это удалось сделать достаточно быстро и без сбоев. Ждали только пока из кабин стечет вода. Спасатели все проделали очень бережно, чтобы не повредить самолет. На первый взгляд значительных повреждений самолет не получил. Об воду сломаны только лопасти винта. Сейчас самолет разберут, снимут крылья и доставят на аэродром в Бобровку, где проведут тщательное обследование, по итогам которого решат, подлежит ли самолет восстановлению или же отправится в музей. Як-52 принимал участие в воздушной части парада памяти 7 ноября. Когда возвращался на аэродром, пилоты заметили неполадки с двигателем и приняли решение приводниться на реку Татьянка, вдали от жилых районов. Летчики сами выбрались из кабины и не пострадали. Летчик выполнил всю согласенную инструкцию. Самолет посадил, жизнь спас себе, кризис окружающим. Самолет целый, восстановим, я думаю. По некоторым версиям, неполадки в оборудовании могли возникнуть из-за слишком высокой влажности воздуха. Следственный комитет выясняет причины экстренной посадки на воду. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Три трагедии за месяц. Сразу в трех городах страны, в Иваново, в Рязани и Тюмени, произошли взрывы газа. По всей России сейчас проверяют газовое оборудование в жилых домах, в том числе и в Самаре. Как уберечь свои квартиры от опасности, узнала Лариса Шалафаст. В пятом доме по улице Магнитогорская плановая проверка газового оборудования. И в первой же квартире специалист сразу находит утечку. Видите, вот шкала, она показывает, если концентрация повышенная, газовая утечка, у нас шкала начинает двигаться вверх. Здесь вот утечка в кран. О том, что в кухню медленно поступает газ, владельцы квартиры не подозревали. После диагностики слесарь оперативно устраняет неполадку. Укрыл его кран, смазал его, вот и закрыл. Утечки нет сейчас. И такие случаи не единичные. Часто жители не знают об опасности. С начала года в Самарской области жилищная инспекция провела 830 проверок и выявила больше 300 нарушений. В основном это незаконные перепланировки и старое оборудование. Были случаи, когда вместо специального газового шланга люди подключали к плите резиновой для воды. Но главная проблема в том, что жители нередко препятствуют своевременной проверке оборудования. Проблема такая возникает и она серьезная. У нас в этом году при проверке газового оборудования внутри дымового было выявлено 11 нарушений. Из них мы выдали предписания 7 штук и 5 предписаний нам пришлось отправлять по почте с уведомлением. Так как жители не хотели получать эти предписания, так как они понимают, если они выручат и распишутся за данное предписание, им придется все это выполнять. После участившихся случаев со взрывами газа сразу в трех городах страны, на федеральном уровне озаботились правовой стороной вопроса. Законодательная база требует изменений и ужесточения ответственности за подобные ЧП. Министерство строительства уже разработало специальный документ. Правительство очень серьезно озаботилось этими проблемами. И сейчас Министерство строительства разработало и уже выпустило инструкцию о том, какие требования предъявляются пользователям, каким образом они должны осуществлять свою деятельность в части соблюдения правил пользования газом в быту. Специалисты газовой службы напоминают, в вопросе безопасности основная ответственность лежит на жильцах. Если газовое оборудование проработало больше пяти лет, его желательно заменить на новое. Особенно внимательными нужно быть, если в кухне установлены пластиковые стеклопакеты. В этом случае проветривать помещение нужно чаще. И никогда не препятствовать плановой газовой проверке дома. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Из-за снегопада и сильного тумана в Самару не смогли вовремя вылететь с самолета. На несколько часов задержались рейсы из Уфы, Перми и Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Курумыч, к середине дня ситуация стабилизировалась. Все задержанные самолеты сели в аэропорту и работа сейчас осуществляется в штатном режиме. Снегопад 7 ноября перекрыл абсолютный суточный максимум по количеству осадков. По словам синоптиков, был побит снежный рекорд 2012 года. В итоге за пять прошедших суток из города вывезли на полигоны почти 6000 тонн осадков. Сейчас снег активно тает, превращаясь в реки и ручьи, но это еще полбеды. Небольшой минус и улицы заблестят катками, которым никто не рад. И потому в ближайшие сутки коммунальщикам придется работать с тахановскими темпами. На трудовые подвиги на утреннем совещании в городском департаменте ЖКХ Их вдохновлял первый вице-мэр Самара. Чтобы узнать, как подействовала его речь, наши журналисты вышли на улицы вместе с бригадами рабочих. Мы монтажники, высотники, да, из высоты вам ждем привет. У нас крышу сегодня чистили, сосульки все сбили. По двору можно пройти. Механическая рука, люди и лопаты. Нехитрым способом коммунальщики избавляются от серьезной опасности сугробов и наледя на кровле. Управляющие компании после недавнего снегопада работают в авральном режиме. Одна из первых задач – очистить скатные крыши. У нас на Жилхонде сейчас работает порядка 20 бригад таких, которые в постоянном режиме очищают эту кровлю, дабы максимально обеспечить комфортное проживание людей в этих домах. Впрочем, расчищают не только крыши и дворы. По всему городу убирают снег на дорогах и тротуарах, в парках и скверах. Плюсовая температура в ближайшие дни – хорошая возможность не допустить грядущего гололеда. Надеяться на то, что вода высохнет сама – нельзя. На работу самарцы должны добираться не вплавь, а по нормальным дорогам. Там, где нет ливневой канализации, муниципальные предприятия уже откачивают воду и очищают дождеприемники. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко напоминает управляющим компаниям – работу свою нужно выполнять добросовестно. Чтобы навести порядок, дворники и техника должны выходить на улицы уже в 5 утра. Для того, чтобы убрать с дворовых тротуаров и с дворовых проездов снять, шугу налить, дорожникам открыть от борта до борта, особенно те гарантийные дороги, которые отремонтированы. Вот это в первую очередь все посадочные площадки вот в эти два дня. И для того, чтобы потом не было недоразумений. Неубранных участков остаться не должно. За чистоту тротуаров около киосков и магазинов отвечают их владельцы. Придомовые территории – зона ответственности управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Речь идет и о так называемых бесхозных территориях, которые управляющие компании не хотят обслуживать. Этот вопрос контролировать должны заместители глав районов по вопросам ЖКХ. Ранняя зима для коммунальщиков, как первое боевое крещение, наглядно показала сильные и слабые места в обороне. Сейчас мы правильные выводы из такой ранней зимы для себя сделаем. Мы надеемся, что у нас впереди еще минимум 4 месяца зимнего периода. Непосредственно в зимние месяцы мы, конечно, этих ошибок не повторим. На борьбу за чистоту улиц мобилизируют все силы. Горожан же призывают не игнорировать красные сигнальные ленты. Валерия Макарова, Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других темах дня. О рассмотрении в закрытом режиме дела об убийстве полицейского Андрея Гошта и членов его семьи ходатайствует сын погибшего полковника Хельмут Гошт. Добытые предварительным следствием доказательства вины подсудимых каким-то образом связаны с личной семейной тайной убитых. Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля в селе Ивашевка Сызранского района злоумышленники жестоко расправились с полковником полиции и пятерыми членами его семьи, в том числе с его пожилыми родителями. Выжила только семилетняя племянница Андрея Гошта. В 2017 году на Московское шоссе потратят почти 190 миллионов рублей. Правительство Самарской области подготовило проект бюджета на 2017 год, в который вошла статья расходов на реконструкцию участка Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из города. Основные средства поступят из федерального бюджета в рамках подготовки к чемпионату мира. Реконструкцию Московского шоссе планируют закончить в декабре 2017 года. Самарские приставы конфискуют бытовую технику и движимое имущество в счет долгов за тепло. В городе начались рейды по злостным неплательщикам за тепловую энергию. В настоящее время в работе у службы судебных приставов находится 40 исполнительных листов в отношении наиболее отличившихся должников промышленного района Самары. Недоимка каждого из этих горожан за тепловую энергию составляет от 75 до 200 тысяч рублей. В Самаре перекроют улицу Демократическая. Это связано с проведением работ по переносу коммуникаций, в частности, по перетягиванию проводов. Три ночи подряд с 24 до 5 утра, начиная с 8 ноября и по 11, прайс по улице будет закрыт в обе стороны. В рамках федерального проекта «Театральная Россия» и «Кинотеатр художественный» продолжат показы столичных спектаклей. 10 ноября в 20.00 по самарскому времени начнется прямая трансляция «Беспреданец» театра имени Маяковского. Спектакль увидят зрители из 60 городов России. В Самарской области подвели итоги аграрного сезона. Более 2 миллионов тонн зерновых, рекордные темпы роста в производстве мяса, молока и овощей. Такие показатели озвучены на торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. С места событий Олег Зверев. 2 миллиона 100 тысяч тонн зерновых собрали в этом году хозяйство Самарской области. Это рекордный показатель за последние 15 лет. И сегодня итоги аграрного года подводили на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По календарю праздник приходится на 2 воскресенье октября, но мероприятие обычно переносится на более позднюю дату, по завершении сезонных работ. От имени главы региона, тружеников села, поздравил вице-губернатор Дмитрий Овчинников. Сегодня сельское хозяйство является важнейшей отраслью региональной экономики. Поэтому постоянное внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села были и остаются приоритетом в работе правительства региона. Хочу выразить слова сердечной благодарности нашим аграриям, ветеранам отрасли, за преданность делу, ответственность и самоотверженность в работе. Вице-губернатор вручил государственные награды. Поддержка агропрома – это одно из ключевых направлений в деятельности областного кабинета министров. И особое внимание вопросам импортозамещения. Вручены также региональные награды. Награда Самарской области – это очень высокая, но в то же время она дает, значит, еще раз мне, как бы, понимать, что это и ответственно. Я свыше 20 лет руковожу этим предприятием. И, конечно, я хотела выразить большую, в первую очередь, благодарность своему коллективу, своей команде. Остается добавить, что за последние 4 года в АПК региона направлено свыше 30 миллиардов рублей. Это больше, чем за предыдущие 7 лет. Выпуск продолжит новости экономики. В какие страны россияне планируют отправиться, чтобы встретить Новый год, расскажет наш обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Цена на нефть сегодня стабилизировалась. За один баррель марки Брэн дают 46 долларов 23 цента. Американская валюта немного сдала позиции. На 9 ноября Центробанк установил курс доллара на отметке 63 рубля 73 копейки. Евро 70 рублей 45 копеек. Золото стоит 2643 рубля, серебро 37 рублей 60 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 66 копеек, дороже всего продать за 62 рубля 54 копейки. Россияне вовсю планируют свой новогодний отдых. Чаще всего, чтобы встретить 2017-й, в турфирмах выбирают Таиланд, Вьетнам, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и горнолыжные курорты Европы. В России составлен рейтинг самых продаваемых машин с пробегом. В лидерах на вторичном рынке оказался Форд Фокус. За ним Тойота Королла и Тойота Камри. А ТТУ Самары застрахует трамваи и троллейбусы по ОСАГО почти на 6 миллионов рублей. Всего требуется застраховать 814 машин. На этом все. Удачи в делах. Почему в годы войны Куйбышев стал запасной столицей? Материалы, объясняющие исторический статус города, будут переданы в учебные заведения и общественные организации Самары. Кроме того, планируется создать интернет-портал «Самара. Город трудовой и боевой славы». Народная презентация проекта состояла в здании Самарской публичной библиотеки. Олег Зверев тоже изучил свидетельства. Почетные регалии города трудовой и боевой славы на сцене публичной библиотеки. В зале представители историко-крывеческого сообщества, а также преподаватели и студенты высших и средних учебных заведений Самары. Нам еще только предстоит осмыслить значение того, что звание было присвоено городу. И ту роль, которую сыграл Куйбышев, запасная столица, в 40-е годы. Страницы истории продолжают открывать новые факты. Эти страницы засекречены в силу совершенно понятных обстоятельств. Это страницы, которые в течение долгих десятилетий оставались в архивах. И я думаю, что сегодняшний день и звание, которого город был удостоен, это повод для того, чтобы мы на самом деле начали вот эту большую и долгую работу осознания, какую лепту, какой вклад внесла Самара в победу в Великой Отечественной войне. На экране исторический фильм, подготовленный телеканалом «Самара ГИС» для нового просветительского проекта, призванного довести до каждого жителя о заслугах Куйбышева, Самары в разные годы истории. Причем в роли рассказчика может выступить каждый, будь то преподаватель ядерной физики, учитель литературы или просто сосед по подъезду. Есть все материалы. И если о трудовом подвиге волжан знают все, теперь время напомнить и о боевых заслугах. Каждый пятый взрослый житель города ушел на фронт. Представляете, каждый пятый, больше половины погибло на фронтах Великой Отечественной войны. Здесь формировалось несколько армий, которые потом дошли до Берлина. Такой очень интересный проект. Есть история, есть фильм о городе трудовой и боевой славы, есть знак, есть почетная грамота, есть флаг с красивой лентой, есть песни, которые написал Сергей Иванович Войтенко. И все это уже символы города трудовой и боевой славы. По мнению историков, этот проект – начало большой научно-просветительской работы, задача которого не просто открывать новые страницы истории, но и сразу же рассказывать о них людям. И телеканал «Самаргиз», как это уже сложилось, будет делать это одним из первых. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Более 30 новых заявок рассмотрели сегодня на финальном заседании Общественного совета акции «Благородство». Цель акции – найти и поощрить людей неравнодушных, совершивших или совершающих благородные поступки. Среди заявок – удивительная история спасения, личного мужества и образцы бескорыстной помощи. После финального заседания определился список победителей. В этом году среди лауреатов – люди самых разных возрастов от 13 до 89 лет. Имена победителей в семи номинациях акции «Благородство» раскроют 6 декабря во Дворце культуры «Железнодорожников». В этой акции принимают участие люди совершенно разных возрастов, профессий. Вот в этом и есть ценность. Про нашу акцию знают. И ценность в том, что люди стали не стесняться и рассказывать о своих коллегах, о своих соседях. Они стали замечать вот те самые добрые поступки, о которых мы говорим. Когда душа поет, фестиваль «Рожденная в сердце России» продолжает открывать таланты из глубинки. На этот раз в Самару со своими концертными программами приехали коллективы творческой самодеятельности из Борского, Елховского и Камышлинского районов. Народный колорит, яркие костюмы и душевные песни не оставили равнодушной и Марианну Мирную. Песня «Рожденная в сердце России» Из Борского района в деревню Сростки на Алтай, родину Василия Шукшина, отправляется горсть Самарской земли. Путешествие – это театрализованное представление коллектива в творческой самодеятельности. Песни, танцы, миниатюры. Зрители берут всем, что умеют. Шукшин – это прекрасно, мне кажется. Мне очень жалко, что его нет. Такой человек обычно, не знаю, почему рано уходит. По наказу Василия Шукшина, жители Борского про душу свою не забывают. Самобытность через творчество передается из поколения в поколение. Юные артисты набираются сценического опыта, взрослые просто хорошо проводят время и, говорят, таким образом омолаживаются. Наш хор, все почти, члены нашего хора ходят на репетиции, на выступления с удовольствием. Мы там молодеем, оздоравливаемся, общаемся, поем, танцуем. Жизнь продлеваем. Жизнь продлеваем. Рожденные в сердце России – проект, который позволяет поистине народным артистам показать свои умения. Концерты проходят по понедельникам и завершатся в середине декабря. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И, значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские баскетболисты Суперлиги вернулись домой за победой. Именно с таким настроением сейчас готовится команда Сергея Зазулина к предстоящему в четверг матчу чемпионат России. В МТЛ-арене в 7 вечера Самара принимает Ижевский купол Родники. В прошлых домашних играх клуб уступил Иркуту и Новосибирску, которые сейчас занимают первое и второе места соответственно. Надо разобраться, почему не получается. А не получалось, наверное, от того, что было слишком большое желание сыграть лучше. Я в каждом из игроков уверен, что они настроены только на хороший результат. Нынешний сезон для соперника Самарца в третьей в Суперлиге. Два предыдущих купол Родники провел в роли аутсайдера чемпионата. За это время команды встречались четыре раза в регулярном турнире и дважды в Кубке России. Всегда Самара побеждала. Баскетболисты готовы продолжить славную традицию и в этом сезоне. И забыть, как страшный сон поражение на старте турнира на родном паркете. Первые неудачи дома были неожиданны. И для всех, и для нас, и для болельщиков. Поэтому хочется, конечно, уже начать дома выигрывать. Тем более внесли коррективы в игру, вследствие чего и как раз на выезде победили. Впрочем, соперник приехал в Самару тоже побеждать. В межсезонье купол Родники серьезно подкачал баскетбольные мускулы. В том числе и самарскими игроками. Максим Кирьянов и Виктор Кашин в первых матчах Суперлиги зарабатывают в среднем за игру 10 очков. Однако статистика статистикой, а игра есть игра. Пока Самара занимает шестое место в турнирной таблице, купол восьмое из 13 возможных. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин